работы, благодаря которым они и начали развивать карьеру, ну, открывать новые ступени к карьерной лестнице и так далее и тому подобное. Что-то я так тоже сам волнуюсь, потому что для меня с лидерами так не волновался сегодня, представляю. Так, ну, для многих это ещё люди, я продолжу, да, которые сыграли достаточно большую роль вообще в жизни. И если, знаете, вот говорят, что иногда жизнь делят до Арифлейм и после Арифлейм, так вот, сегодняшний человек, я потихонечку прихожу уже к выступлению, вернее, к тому, чтобы представить сегодняшнего спикера, это человек, о котором можно точно сказать, что у многих начинается жизнь до того, как вы встретились с Сергеем на всех ситуациях и после того. Это настоящий наставник, это человек, благодаря которому, ну, многих людей, а я сейчас именно говорю людей, это неважно, консультанты, лидеры компании или нет, просто для многих людей вообще жизнь заиграла красками, наполнилась смысл, появилась какая-то целостность. Вы сегодня как раз сможете с ним провести практически целый час времени, я с удовольствием представляю и передаю слово Сергею Свяцки, который, это настоящий профессионал своего дела, сегодня он с вами поделится секретами о том, как можно формировать и управлять свое будущее. Итак, встречайте, пожалуйста, аплодисментами, плюсиками, эмоциями, фотографиями совместными с Сергеем в чате и я передаю ему слово. Сергей, пожалуйста, держи. Саша, спасибо, надеюсь, что меня слышно, пока еще не будет видно, но вместо себя я хочу показать тот пейзаж, который меня в данную секунду окружает. И поставьте, пожалуйста, плюсики, даже не плюсики, а комментарии к тому, что вы видите эти пальмы, это рисовое поле. А пока до меня будет доходить ваш сигнал, я сейчас переключусь на комментарии и буду смотреть, что в комментарии поступают и что вы меня действительно слышите, и что вы видите эти пальмы, эти рисовые поля. Пока еще не вижу отклика, но начну потихонечку делать такую экскурсию. Тот пейзаж, который вы видите, находится в 100 метрах от дома, в котором я сейчас живу. И здесь вот такие вот безумные красоты рисовые поля. А сейчас вы можете, надеюсь, что видите, в конце рисовых полей огромное дерево и небольшой храм. очень такое священное место. Балийцы реально очень любят делать храмы рядом с большими деревьями. Так, Саша мне пишет, что пропала картинка. Сейчас я постараюсь вернуться на связь. Итак, прием, прием, прием. Все, отлично. Картинка есть, Сергей? Картинка есть. Да, можно продолжать, потому что хочется услышать и увидеть. Хорошо. Вот сейчас я переключил камеру на фронтальную, и вы можете видеть, как я сейчас выгляжу здесь на Бали среди рисовых полей. И мы с вами совершим вот такую небольшую внешнюю экскурсию. И я параллельно буду рассказывать о том, как я пришел к этому настоящему, которое когда-то было будущим. И вычленю в своих шагах такие техники, такие алгоритмы, которые помогли мне, помогли большому количеству людей сформировать свое будущее. Сейчас еще раз переключусь и постараюсь увидеть ваши комментарии. комментарии, потому что хочется... Так, комментариев пока не вижу. Так, так, так. Ага, вижу. Все прекрасно видно. Привет из Одессы. Видно, здорово, очень красиво, супер, отлично. Так, а вот тогда... Ага, ага, ага. Тогда я... Ага. Все, есть. Итак, я подойду поближе к этому небольшому храму, чтобы вы видели, вот как балийцы обустраивают свою... Жизнь... Так, опять пропала картинка. Ага, все, понял. Когда я смотрю на комментарии, картинка пропадает. Поэтому давайте я уже тогда буду рассказывать о комментарии, я прочитаю потом и отвечу на какие-то вопросы. Итак, вот он, вот она дорога к храму, тропинка к храму, и вот вдалеке, и этот самый храм. Саша, напиши, пожалуйста, что картинка восстановилась, и меня действительно видно, вернее, не меня пока, а вот те самые рисовые поля. Супер. Итак, как мое будущее стало моим настоящим? На самом деле, вот то, что я сейчас здесь, этому способствовало несколько решений, которые я принял достаточно давно, и какие-то решения, которые я принял недавно. Какие решения я принял давно? Первое решение, которое я давно принял, это то, что на самом деле... Я не мог, а возникало желание лежать на диване, возникало такое предрессивное состояние, я понял, что мне нужна большая свобода перемещения. Я всегда любил, тут дело не обошлось неделей или месяцем, я понял, что зимой я хочу жить в теплых краях. И я начал с месяца, с три месяца, действительно плохо. Шесть лет назад я познакомился там со своей женой, и день рождения моей дочери, и три месяца. Цена, я сейчас в другую сторону, она родилась буквально в пяти минутах ходьбы от того места, где я сейчас нахожусь. А неделю назад, в понедельник, мы заключили сделку о покупке участка земли, пятнадцать соток, буквально... Так, я попробую вернуться ближе к домам, что должен быть лучше интернет. Надеюсь, что это поможет. Сергей, я сейчас выключился к эфиру, я понимаю, что у нас в Бали, и там, наверное, вообще нам повезло, что ты подключился, я так понимаю. Вот, звук отлично. Если видео не показываешь, вот сейчас звук отлично. Подключить видео, если ты будешь поближе к дому, может быть, это поможет. Если нет, я тебе сообщу, потому что, в принципе, люди увидели тут красоту, в которой ты находишься, успели, успели уже увидеть, то я точно смогу сказать. Но если ты сегодня еще и не выступишь, что тебе не будет слышно, то это, конечно, разочарует нас всех. Давай тогда попробуем еще раз. Да, если нет, тогда только звук. Только звук придется нам. Наверное, фотографии надо так компенсировать. Хорошо, прием, прием, прием. Надеюсь, что сейчас и пишно, и хотя бы немного видно. И, Саша, если все хорошо, если не очень хорошо, то тоже напиши. А я пока, пока Саша пишет, я возвращу ценности. Итак, для того, чтобы будущее стало настоящим, внутренняя картинка стала реальностью, необходимо понять, что для вас по-настоящему важно. То есть определить свои ценности. И когда вы определяете ценности, это реально меняет очень многое в жизни любого человека. Ага, стало видно и слышно. Хорошо. Итак, ценности. Что дает нам контакт с нашими ценностями? Во-первых, ценности – это больше энергии, чем любой другой вид мотивации. Чем желание, чем выгода, чем амбиции. То есть ценности, на самом деле, это неограниченный источник энергии. И если какой-то проект в вашей жизни, какая-то цель не очень хорошо берется, или там возникают все время какие-то сопротивления, обстоятельства, что, может быть, этот проект, эта цель взята от ума, а не от ценностей. Во-вторых, человек устойчив к внешним воздействиям, кризисам, каким-то неприятностям. Ни политическая обстановка, ни курс доллара, рубля, гривны, тенге не выбивают его из колеи, и даже если что-то его выбило, он может восстановить свое равновесие буквально за 10 минут, или, в крайнем случае, за 2 часа. В-третьих, работа с ценностями дает внутреннюю ясность. То есть человеку становится по-хорошему, понятно, ясно, куда он идет, ради чего он идет, как он идет. Более того, не только вам становится ясно, но и вашим партнерам становится абсолютно ясно, куда идти. И когда вы встречаетесь с человеком, начинаете с ним общаться, предлагаете ему бизнес Арифлейм, то он смотрит не только на бизнес, не только на то, что вы ему предлагаете, он смотрит на то, какой вы, какие ценности вы реализуете в этом бизнесе. И в этот момент он принимает решения, исходя из своих ценностей. Если ваши ценности резонируют, то тогда человек ваш навеки. Вот 4 аспекта, 4 причины, по которым ценности являются очень важным фактором, в котором невозможно разочароваться, который не может подвести. Так, Саш, я попрошу тебя раз в 5 минут писать мне сообщение, что все нормально, чтобы я чувствовал и верил, что меня... видят их... ...все окей. Ценности, эту работу с ценностями. Здесь есть такой простой, на первый взгляд, очень простой, но тем не менее, очень эффективный способ. Задать себе вопрос, что для меня важно и чем важно отличается от хочу и должен. Вот это тот критический шаг, который я сделал 5-7 лет назад, и который веку особенно в сетевом маркетинге. Это переход от хотела, от каких-то там долженствований и обязательств, переход на цену. Важно отличается от хочу должен. Вопрос лучше всего 3 раза в день на протяжении... То есть этот вопрос БАД для личностного роста. Я думаю, что большинство из вас понимают, что такое БАДы, любят результаты. Так вот, существуют Число БАДы. Они не могут работать за 2-3 дня, за 2-3 месяца, за 2-3 месяца. Поэтому, если вы будете задавать себе вопрос, что для меня важно, то выпал этот ответ. Могу сразу сказать, что... ваш ко мне и с долженства. То есть, неважно, будет важно смешанное с хочу и должен. Это не страшно, это нормально. через 2-3 недели, через месяц, а месяц уж точно, ценности кристаллизуются, ваши ценности оформятся, и вы поймете, что вам уже не хочется тратить время и силы на какие-то случайные, на какие-то вкладывать, инвестировать время и силы, только в по-настоящему важный. Задал себе этот вопрос, я пришел к такому ответу, что мои три базовые ценности это свобода развития и творчества. Тут для меня стало абсолютно ясно, почему я не могу жить в том числе внутренней свободе, это лидерство, нерывное, каждодневное творчество, макрофон так эффективно организовал с лидерами встречи это то так всем участникам, которые находятся сейчас на прямой трансляции, пожалуйста, откликнитесь, что вы меня слышите, вот, и сейчас мы вернем Сергея, вместе с Сергеем и со звуком, и пока это мы делаем, я хочу попросить вас сконцентрироваться на том, чтобы, ну, пока мы сделаем и возвращаем хороший звук, да, хочу вас сконцентрировать на том, чтобы вы вычленяли ту информацию, которую дает Сергей, потому что сейчас, я думаю, мы выключим видео, но в любом случае интернет на Бали, он такой оставляет желать лучшего, скажем так, и связь будет неидеальной, неидеальной, поэтому если вы сконцентрируетесь на том, чтобы понять, услышать ту информацию, которую дает Сергей, то, несмотря на качество звука, даже с небольшими прерываниями, вы для себя возьмете сегодня с вебинаром много ценного полезного. С другой стороны, если сконцентрироваться на каких-то технических там, ну, на чистоте звука, которая обязательно будет не очень чистой, я так думаю, то вы просто потеряете время. Это я вам просто как организатор говорю, поэтому Сергей, я смотрю, уже подключился опять, да, на связи, сейчас картинку возвращаю, где у нас Сергей, сейчас он подключится, вот, поэтому это вам пожелание, да, в принципе, в принципе всё. Вот, ваши пожелания по поводу стоять, сидеть, лететь, лежать и так далее, они не помогают. Иногда интернет работает лучше во время ходьбы, поверьте мне, как опытному путешественнику, вот, поэтому Сергей не просто так делает ритуалы, вот эти вокруг рисовых полей, он знает, что делает. Вот, то есть путешествие имеет оборотную сторону медали, что вот интернет это отдельная религия и часто начинается с того, что когда выбираешь место, номер, отель, дом и так далее, первый вопрос даже не кровати, кухни или ещё что-нибудь, а есть ли здесь интернет. Сергей, я смотрю, ты подключился, я здесь людей немножко успокоил, потому что, конечно, все очень желают с тобой тебя послушать, ловят каждое слово, но вот иногда картинка подводит, звук подводит, я сам был на Бали, я прекрасно понимаю, что там потрясающие места, но они, наверное, того и хороши, что они заставляют чуть-чуть отключиться от цивилизации и социума, потому что интернет там пока только такой, по-разному бывает, да? Так, я тебе передаю слово, буду держать на связи, а по поводу картинки скажу, ну, в общем, как ты просил, раз в пять минут будет от меня обратная связь, и так, ты в эфире. Спасибо, Саша, спасибо всем, на самом деле дело не в Бали, в целом, потому что за последний год интернетом ситуация сильно улучшилась, у нас 10 мегабит в доме и 5 мегабит мобильного интернета. Дело в том, что сегодня начинается сезон дождей, я не знаю, сумели ли вы рассмотреть огромную тучу, которая идет, я надеюсь успеть договорить, сделать свое выступление до того, как начнется тропический ливень, потому что на самом деле мне очень хотелось именно снаружи начать, но, к сожалению, гроза влияет на качество связи, и так, идем дальше. После того, как вы определились с ценностями, вернее, после того, как вы начали определяться с ценностями, возникает второе значимое слово, это слово проект, то есть ценности должны воплотиться в проекты, потому что ценности не живут в словах, в идеях, если человек только говорит, но не делает, то тогда у него не ценности, а идеи, лозунги и прочая болтовня. Так вот, ключевой фразой моих последних лет это ценности, воплощенные в проекты, потому что если ваши проекты не основаны на ценностях, значит, скорее всего, вы живете чужую жизнь, а если у вас нет проектов, если вы не реализуете себя, значит, скорее всего, точно не про сетевиков, потому что сетевики, ну, как минимум, активно двигаются, что-то делают, и то, что на марафоне такое огромное количество тысяч участников, как раз для меня является свидетельством, что с активностью у вас все хорошо, но важно, чтобы эта активность была выстроена на ценностях, и тоже за последние 5-7 лет я сконструировал, на мой взгляд, идеальную формулу проекта, выращенного из ценностей, выстроенного на ценностях, она называется цепочка мечта, цель, план, мечта, цель, план, из ценностей рождается наша мечта, на основе мечты выстраивается цель, а на основе цели строится план, и вот цепочка ценность, мечта, цель, план, из которого потом идет действие и результат, вот эта цепочка называется ценностной цепочкой и чтобы понять как работает эта цепочка можно сделать такой как бы мысленный эксперимент представьте себе что вы приходите домой щелкаете выключателем и лампочка не загорается по какой причине может не загореться лампочка на самом деле таких причин может быть огромная что связь восстановилась и вам снова меня слышно и видно ага отлично на всякий случай повторю метафору что когда вы щелкаете выключателем а лампочка не горит это не значит что перегорела лампочка может быть оборвались провода может быть что-то не в порядке с самим выключателем может быть там кошка залезла в трансформаторную подстанцию или упала линия электропередач или авария на электростанции во всем районе вот точно так же если вы в своей жизни не получаете того о чем мечтаете что для вас по-настоящему ценно возможно не хватает силы воли доводить действие до результата возможно не хватает другого аспекта силы воли просто начать действие возможно вы не очень удачно планируете возможно вы плохо ставите цели возможно вы недостаточно хорошо мечтаете и скорее всего и у вас недостаток контакта с ценностями поэтому сегодня я хочу предложить вам кроме того первого упражнения начать задавать себе вопрос что для меня важно что является ценностью задать себе еще второй вопрос вот если взять всю цепочку ценность мечта цель план действия результат какие элементы чата но я рекомендую сейчас вам прямо написать в чат такую экспресс диагностику допустим мечтаю я хорошо а в действиях торможу или там целью загораюсь а планирую плохо и не хватает то денег то времени есть свои сильные самым слабым звеном самым слабым звеном здесь такая ситуация что невозможно иметь на выходе больше чем вот то самое слабое звено поэтому еще второе ключевое упражнение которое я хочу вам дать это после того как вы определили слабое звено начать его подтягивать то есть там перестать растачиваться или более упорно до конца либо подучиться планированию если проблема именно в этом либо строить более масштабные цели если у вас не очень хорошо с целью и вот последнее последний блок я хочу посвятить именно целеполаганию потому что одним из моих открытий последних было ситуация что славяне отчасти казахи не разделяют цель и план то есть когда человек говорит скажем и вот очень тоже такой важный тест это задать себе вопрос задать себе вопрос чем цель отличается от плана чем цель отличается от плана и в моем опыте один человек из тысячи может ответить на этот вопрос и я хочу вам дать ответ тоже для такой домашней работы чтобы вы понимали это отличие что если вы вбиваете флажок и знаете как к нему прийти то это план а если вы вбиваете флажок и не знаете как к нему прийти это цель то есть часть пути к цели принципиально неизвестна и здесь я обещал вам говорить о формировании будущего вот здесь зарыта очень такая серьезная собака что когда советский постсоветский человек ставит флажок но не знает как к нему прийти он начинает очень сильно нервничать волноваться бегать туда-сюда и переставляет этот флажок ближе ему становится понятно как дойти до флажка но в этот момент флажок перестает его прикалывать перестает его возбуждать перестает вызывать драйв и кураж либо этот флажок размывается размазывается и становится такой вкусной приятной но неопределенной мечтой так вот если вы хотите на самом деле формировать будущее то обязательно нужно ставить цели в три раза дальше чем ваш горизонт планирования вот это моя секретная формула которая опять-таки помогла мне и достичь всех тех результатов всего маркетинга который я достиг и в тренингах и опять-таки в теплых краях и начать строить дом на Бали цель должна быть в три раза дальше чем видны ресурсы то есть если вы можете планировать на год то цель вы ставите на три года если вы можете планировать на полгода то цель вы ставите на полтора года самое главное в этот момент потому что еще раз когда вы ставите цель и начинаете нервничать по поводу того ой смогу не смогу получится не получится на самом деле вы тратите на эти нервы значительно больше энергии чем вам пришлось бы потратить для того чтобы достичь цели и здесь еще один секрет вам отвечу что русский человек советский человек путает цель и обязательство вот это вот пацан сказал пацан сделал пацан сказал пацан сделал на самом деле цель это всего лишь инструмент один из инструментов формирования будущего и очень важный инструмент без него будущее формируется плохо потому что если только мечтать там происходит если только планировать планировать можно на короткое время если только планировать то скорее всего выяснится что вы пропускаете что-то масштабное глобальное в своей жизни поэтому еще раз подчеркну для формирования будущего важна полная ценностная цепочка это ценности мечты цели планы действия результат и ваше будущее будет возникать по самому слабому звену в этой цепочке поэтому сегодня я хочу чтобы вы расставили вот эти сильные слабые звенья и с завтрашнего дня начали подтягивать свое самое слабое звено либо целеустремленность либо силу воли либо планирование либо постановка дерзких куражных драйвовых целей либо яркие мечты и все это должно укореняться в ценностях вот это основной и я бы даже сказал единственный секрет формирования будущего через минуту я переключусь на комментарии чтобы вы меня слышали и у нас будет около 10 минут на вопросы поэтому сейчас я попрошу вас в комментариях написать именно вопросы которые вам хочется чтобы я расшифровал более подробно по работе с ценностной цепочкой по работе с формированием будущего я с удовольствием разъясню какие-то техники которыми я пользуюсь с удовольствием отвечу на ваши вопросы но для этого они должны появиться в чате и когда я сейчас переключу на чат я попрошу Сашу написать что у меня продолжает быть слышно хотя может быть и не будет видно итак так 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 комментарии не слышно не видно надеюсь что я сейчас прокручу и Саша напиши пожалуйста что так меня слышно и сейчас открываются комментарии и я думаю что я как раз успею за 10 минут ответить на вопросы и начнется тропический дождь так вижу вопрос от Ольи Величко шаги к свободе бывают тяжелыми единственная ценность которой стоит стремиться на самом деле я говорю всегда о трех ценностях свобода это одна из трех и стремиться нужно не к чужой ценности вот я могу сказать свобода а может быть для вас там семья здоровье ключевые ценности стремиться нужно именно к своим ценностям три ключевые ценности это то что ведет вас по жизни и это ответ вот Оксана Ирыгина как выявить действительно свои ценности месяц задавайте вопрос чем важно отличается от хочу как работать со слабым звеном это зависит от того какое слабое звено самое главное его знать потому что правильный диагноз это 90% ответа с силой воли работайте просто накачивая силу воли так вот Елена Наместникова дает неправильный ответ на вопрос Галины вопрос почему и зачем я вычеркиваю вопрос ради чего ради чего это другой вопрос по сравнению с вопросом почему ради чего что для меня важно чтобы понять как действия навязаны от внешних факторов это сложно потому что возможно понять что действия вытекают из ценностей если действия вытекают из ценностей то тогда они очищены от внешних факторов поэтому не думайте о действиях сначала думайте о ценностях как можно найти мои обучающие материалы легко найти мой канал YouTube мой сайт и поскольку вы на связи с Александром мы с ним делаем много разных проектов и в январе в феврале будут очередные два проекта наши совместные поэтому будьте на связи вот слово обязательства я не очень рекомендую есть слово договоренности а договоренности должны вытекать из ценностей так смотрю дальше ложные ценности истинные ценности если вы задаете себе вопрос что для меня важно это постепенно вытекает ценности это первый способ второй способ на основе ложных ценностей намного сложнее построить проект чем я себя мотивирую и ценностями ценности это окончательный источник внутренней мотивации когда человек переходит в работу на ценности то ему не нужны волшебные пендели ему не нужны книжки фильмы секрет потому что источник мотивации полностью перемещается вовнутрь на три года невозможно четко планировать это иллюзия три года можно строить цели дай бог чтобы на год планировать то есть здоровая ценностная цепочка такая профессиональная это мечта на 10 лет цель на 3 года и план на год но на самом деле в современном мире они часто бывают короче и важен не размер а пропорции то есть вот это вот 1-3-9 так как разрешить себе мечтать не нужно разрешать себе мечтать нужно тренироваться тренироваться допустим раз в месяц делать калаш мечты и второй аспект имеет смысл тренироваться под руководством опытных наставников не случайно Александр вначале говорил о важности наставников и представлял меня как наставника поэтому если вы действительно хотите по большому счету научиться мечтать и ставить большие цели то дождитесь января и приходите в наш проект значит где искать слабое звено их не три их больше это ценности мечты цели планы действия доведение действия до результата и признание праздник какие три книги порекомендуете прочитать в первую очередь ровно три книги не больше и не меньше это величайший сетевик в мире Джона Милтона Фога это бизнес школа Киесаки причем я не рекомендую читать его другие книжки только бизнес школа про сетевой маркетинг это моя книга срединный путь сетевого маркетинга не потому что она моя а потому что в ней очень подробно разбираются психологические аспекты сетевого маркетинга а сетевой маркетинг это на 90% психология ваше будущее не то что будет формироваться по вашему слабому звену а оно зависит от слабости слабого звена то есть если сломан выключатель как бы мы можем 10 лампочек поменять и все равно свет не загорится поэтому подтягивать нужно то что не работает то есть если у вас хорошая сила воли но вы плохо планируете не нужно дальше качать силу воли а нужно разбираться с планированием те кто хочет больше со мной дружить меня очень легко найти в гугл вбиваете Сергея Всехсвятки и попадаете и на мой сайт и мне в фейсбук и на мой ютуб канал я очень рад дружить много всего провожу приходите как вы отделяете ценности ума и сердца хороший вопрос потому что у ума нет ценностей у ума есть только идеи ценности лежат глубже чем ум то есть на самом деле ценности всегда ищется через комбинацию ума образов и ощущений чувств если целями вдохновляюсь но не могу начать действовать значит вы плохо планируете потому что между целями и действиями есть еще такая вещь как план значит нужно подтягивать план как понять ценности другого человека который может стать твоим партнером только через свои невозможно почувствовать ценности другого человека если вы не чувствуете свои ценности поэтому это снова возвращает нас к работе со своими ценностями в конце в середине января мы делаем с Александром обучающий проект может быть даже два книги повторяю бизнес школа Киесаки величайший сетевик в мире Джон Милтон Фок и срединный путь сетевого маркетинга Сергей Всехсвятский если с партнером разные ценности имеет ли смысл идти дальше если отличаются все и сильно то сложно идти дальше если хотя бы одно две одна две совпадает то можно идти дальше почему я не рекомендую другие книги Киесаки потому что там слишком много реальностей фондового рынка и рынка недвижимости которые имеют отношение только к США и люди часто берутся берут эти книги как руководство к действию а у нас не все работает а в сетевом маркетинге все работает в книге бизнес школа все 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 работает так у бизнес партнера тоже выявлять ценности по этой схеме но только после себя любимого сначала поработайте с собой а потом уже за буквально 3-5 минут вы научитесь поднимать ценности своих кандидатов и бизнес партнеров так 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 что я пропустил что нужно сделать чтобы мотивация не останавливалась 24 часа работает внешняя мотивация ценностная мотивация работает бесконечно это ядерный реактор внутри человека который никогда не останавливается часто наши планы нарушает то что от нас не зависит планы переставляются раз в неделю без проблем вот это как раз вопрос от Елены что русский человек путает план цели и обязательства планы и цели это инструмент формирования будущего и только если вмешались обстоятельства мы переставляем флажки и не паримся план мы переставляем чаще цель мы переставляем реже так книга в печатном виде будет давно не делал тиража ее раскупили есть только в одном месте в Москве думаю что весной сделаю в печатном виде еще раз новый тираж так еще раз название книги величайший сетевик в мире моя книга называется срединный путь сетевого маркетинга и она в электронном виде доступна так 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 значит как правильно сформировать цель цель будет правильно сформирована если она стоит в три раза дальше чем последний флажок плана и второй момент что цель правильно сформирована когда вы начинаете бояться у вас начинают дрожать коленки то есть процесс постановки цели должен быть некомфортным если вы поставили цель и вам комфортно значит вы себя обманули если вы не можете начать действовать значит проблема где-то в предыдущих звеньях цепочки может быть в цели может быть в плане может быть просто сила воли у вас слабая страхов много нужно просматривать всю цепочку целиком ценности могут меняться со временем но не так радикально как желание почему с желаниями опасно на них основываться потому что желания меняются часто там сегодня хочу быть балериной завтра космонавтом а ценности если меняются то они меняются постепенно не радикально еще раз про Киесаки так все у меня начался тропический ливень и на этой мажорной ноте я с вами прощаюсь огромное спасибо вам всем Алексеевич на разных тренингах на разных школах на разных группах мое отношение к компании Арифлейм огромное уважение то есть я считаю что Арифлейм вложил очень большую лепту в здоровое развитие сетевого маркетинга в России и я лично знаю Магнуса я считаю что вам знаю топ лидеров и я считаю что вам невероятно повезло что вы находитесь в такой здоровой сильной глобальной компании спасибо вам большое и до встречи давайте еще раз поблагодарим Сергея за его выступление несмотря на все препятствия оно все-таки состоялось и на тропические ливни которые прям вот мы застали вместе с вами представляете у кого-то идет сейчас снег а у кого-то идет тропический ливень класс традиционно вместе с блогами лидеров Продолжение следует...